Некоторые представители руководства госпредприятия Молдавская железная дорога вовлечены в криминальную схему контрабанды сигарет. Так утверждает группа сотрудников железной дороги, подвергшаяся, по их словам, преследованием и унижению за попытки придать гласности некоторые случаи контрабанды, покрываемой высокопоставленным железнодорожным начальством. Как заявил Виктор Топор, работавший начальником поезда Кишинев-Бухарест, совсем недавно он стал свидетелем очередного случая нелегальной транспортировки табачных изделий за рубеж. Лично я 2-го числа, то есть я поехал на Бессарабскую, приехал с Бессарабской, на вокзале соединяет два поезда Кишинев-Бухарест и Кишинев-Когул. Их вместе тащат на ПТС, то есть туда к нам на предприятие. Я лично ехал в Когульском поезде и заметил, как был приторможен состав и в первой и второй вагоне возле молочного комбината было заброшено большое количество контрабандных сигарет. То есть это уже для того, чтобы их прятать и дальше привезти на территорию Румынии. Я вот описал это в рапорте начальнику господину Лупашко, но я вижу мер никаких, ничего никто не принимает. По словам Павла Гаврилова, члена инициативной группы гражданского конгресса, вместе с сотрудниками железной дороги он внимательно наблюдал за случаями контрабанды через поезд Кишинев-Бухарест. Персонал предприятия оперативно сообщил об имевших место случаях руководству железной дороги, но никакой реакции от железнодорожного начальства так и не последовало. В коммуне Переш, в Румынии, на румынской территории была задержана контрабандная партия сигарет, которую выкидывали из поезда Кишиневского, именно с первого и второго вагонов. То есть информация, которую мы получили, которую мы передали дирекции предприятия, получила свое подтверждение, но, как мы видим, никаких мер не было предпринято, потому что вагоны там на самом деле переделаны, и это еще составляет огромную опасность для жизни пассажиров. Многие сотрудники молдавской железной дороги возмущены происходящим на предприятии и говорят об этом открыто. В ответ администрация железной дороги применяет к недовольным меры репрессивного характера и вынуждает их увольняться. А все потому, что маршрут Кишинев-Бухарест стал настоящей золотой жилой для высокопоставленных контрабандистов. В поезде порядка 240 посадочных мест. Ежедневно заполняемость составляет 30-40 проданных билетов. Но в этих двух поездах переделаны теплообменники в вагонах, то есть вытащены теплообменные секции и сформировавшиеся ниши позволяют спрятать большое количество сигарет. В этих поездах переделана гидравлическая система снабжения водой. Это резервуары, которые снабжают питьевой и технической водой вагоны. И так называемое двойное дно. В резервуаре основном спрятан еще один резервуар, сухой, в который можно спрятать сигареты. Огромное количество. И кроме сигарет, естественно, всем известны те случаи, когда были пойманы с поличным за провоз наркотиков. И вот это вот вся вот эта вот куматрия. И они все вместе должны выдавить, они должны заткнуть рот тем людям, которые рассказывают, которые не позволяют. Или пытаются не позволять совершать экономические преступления. Преступления против личности на железной дороге. Член инициативной группы гражданского конгресса Игорь Калдаря обратился в службу информации безопасности. А также направил аналогичное послание в правоохранительные органы Румынии. Призвав более жестко действовать в отношении случаев контрабанды через поезд Кишинев-Бухарест. Официальных ответов пока не получено. Между тем, по данным международных организаций, Республика Молдова является главным поставщиком контрабандных сигарет на румынский рынок. Ее доля в теневом сегменте соседней страны составляет почти 29%. Следом идут Украина с 28% и Сербия с 13%. Субтитры создавал DimaTorzok